Друзья, я вас приветствую на канале «О Сложном Просто!» Меня зовут Сергей. Сегодня я уже в 48 раз отвечаю на вопросы, которые вы присылаете по разным каналам. Факт по программированию, но факт, конечно, в хорошем смысле. Напоминаю, подписаться на канал, поддержать канал, все такое. В общем, на самом деле, вы и так все прекрасно знаете. Давайте перейдем к первому вопросу и звучит он следующим образом. Почему так много архитектур для того, чтобы писать код, какую выбрать, какая правильная? Да, действительно, архитектур на самом деле существует огромное количество и надо сказать честно, что все они появились в определенной последовательности, то есть на определенных условиях. Мне кажется, что все-таки писали программисты, получали какой-то опыт, придумали новые, новые, новые дела, принципы, правила и архитектуры, если хотите. Но и надо сказать, что так или иначе они все призваны для того, чтобы писать качественный код, который можно поддерживать в будущем. В любом случае, если у вас есть какое-то приложение, то по большому счету не совсем важно, какая-либо архитектура. Главное, чтобы вы с ним могли справиться через полгода, год, через пять, то есть ввести новый функционал. Я говорю о том, что так или иначе архитектуры призваны упростить написание кода в будущем. То есть если у вас есть какое-то приложение, которое вы отдадите заказчику, получите деньги и забудете про него навсегда по большому счету, вам не важно какая там архитектура. Или второй вариант, когда у вас есть какое-то приложение, и вы берете это приложение, услышали про новую архитектуру, начинаете натягивать там куски кода, чтобы она хотя бы совпадала, менять референции, перекидывать проекты и все такое. Это тоже на самом деле не очень хороший вариант, потому что в конечном итоге вы просто запутаетесь и просто запутаетесь. Ну и надо сказать, что существуют разные подходы, в том числе, что лучше плохая архитектура, но работающее приложение, чем отличная архитектура и не работающее приложение. Это нужно понимать. В одной из своих статей я взялся определить, какие архитектуры бывают, и вот только те, которые вспомнил, описал их плюсы и минусы, и пришел к выводу о том, что так или иначе они все признаны для того и о том, как писать код так, чтобы можно было понять, что написано, если так грубо подходить. Ну и есть специализированные архитектуры, например, Event Driven Architecture, которая как бы специальным образом написанный код может не подойти под другие реализации, то есть Event Driven или Event Sourcing, если даже хотите, есть такой подход. Но не нужно путать архитектуры с паттернами. В общем, тут тоже на самом деле есть о чем поговорить. И еще хотелось бы сказать про то, что архитектуры бывают очень похожи на, например, X-Henomer, Onion, так называемые луковичные или, допустим, портые адаптеры. Они так или иначе очень похожи, ну и все сводится к тому, что нужно разграничивать код. Вот, как хотите. Есть, было раньше деление на уровни, да, так называемые лэеры. Потом делить начали вертикально, так вертикал слайзер. Потом вообще разделили все сервисы на пачки, всю программу разделили на пачку сервисов. То есть вообще делили. И надо понимать, что та или иная архитектура бывает полезна в том или ином случае. Нельзя взять какую-то, которая вам очень сильно нравится, и прилепить ее в какое-то приложение. То есть нужно обоснованно, да, то есть какая-то конкретная архитектура решает какую-то конкретную боль. Но так как эти боли иногда похожи, их начинает путать. В общем, как выбрать архитектуру? На самом деле, в зависимости от того, на какой платформе вы пишете, в зависимости от того, какую цель вы преследуете и насколько большой или маленький ваш проект, дальнейшая перспектива его роста. Понятно дело, что если вы захотите написать калькулятор, то микросервисы вам тут абсолютно не помогут. В общем, как я уже много раз говорил, для любого решения, для любого инструмента есть его предназначение. То есть пользуйтесь правильно. Если на вопрос добавить, да, если вопрос добавить, какую архитектуру предпочитаю я, я прислушиваюсь к лин-архитекче. Опять же, там достаточно правильные и очень полезные советы даются. Абстрактные советы, опять же. Нет конкретного решения, как это взять и написать. Есть множество вариантов, и даже к лин-архитекче я видел порядка семи или восьми хороших реализаций, которые, наверное, даже в виде шаблона могут быть полезны. Есть Vertical Slice Architecture. Это полезно тем, чтобы... В общем, на самом деле, она очень хорошо подходит под ISP.NET Core, потому что каждый реквест на сервер – это конкретный вертикальный слайс, то есть вертикально отделенная частичка или единица работы. И вот в ISP.NET Core это на самом деле очень хорошо работает под Response Request. Но и в других, на самом деле, платформах применение Vertical Slice очень будет полезно, потому что вот этот вот Vertical Slice можно будет... Ну, смотрите, каждый метод – это вот конкретный слайс, а если их собрать в пачку, то это получается микросервис. Очень, на самом деле, полезная штука. Я вам предлагаю с этим ознакомиться. Итак, вопрос номер 212. Я полагаю, что на 211 я ответил. Ну, тут, на самом деле, такой странный вопрос. Как сделать авторизацию PointFire на OpenIDDict или Identity Server? Ну, не совсем понимаю, о чем вопрос, но давайте попробую ответить. Итак, первое. OpenIDDict и Identity Server – это реализация спецификаций AOS 2.0, ну и некоторых частей версии 2.1. То есть, эта штука, AOS 2.0, она работает по протоколу HTTPS, то есть Secureness 1, ну и HTTP, соответственно. То есть, вообще, AOS 2.0 – это реализация для делегирования полномочий авторизации по протоколу HTTP. Никаких других вариантов, там, ни JPC не натянется. То есть, жалкое подобие сделать можно, но вообще спецификация про HTTP. Дальше, OpenIDDict и Identity Server – это, как я уже сказал, реализации, и они работают, ну, на ASP.NET Core, на ASP.NET, на WinForm, если хотите. Ну, вообще, в принципе, на любом ASP.NET. Вот, соответственно, HandFire тоже может работать на ASP.NET Core, поэтому, если вы создадите сервис, подключите Nuget пакет, который называется HandFire, подключите спецификации OpenIDDict и Identity Server, то есть реализацию, или возможность подключения, то есть делегируйте на другой какой-нибудь сервер, где установлено OpenIDDict, то теоретически все это будет работать без каких-либо проблем. Более того, уже все давно придумали за нас, поэтому HandFire Dashboard Authorization, ну, гид пакет, который вам, ну, я рекомендую с ним ознакомиться. Он, на самом деле, достаточно, ну, можно сказать, просто, да, проще, чем если вручную все делать, он может реализовать. Ну, и есть Dash Authorization Filter, в общем, для HandFire, это штука, которая как раз проверяет разрешение за доступ к Dashboard, ну, думаю, что, наверное, так. Ладно, поехали дальше. Вопрос номер 213. Насколько точнее данные Яндекса, как они работают, как работают данные системы? Ну, друзья, на самом деле, смотрите, есть метрика, есть счетчики, и, так или иначе, это все сервисы, которые, они вспомогательны, да, они не несут никакой, там, бизнес-операции, прошу прощения. Они просто считают ваши данные, считают метрика, это уже некоторая аналитика по счетчикам, и, собственно говоря, речь становится тому, что их существует огромное количество счетчиков, и в какое-то время я уже на свой сайт, на колобонгарнер, на колобонгарнер, вообще оставил кучу счетчиков, и не было ни разу, чтобы данные с разных счетчиков совпали. Никогда, где-то больше, где-то меньше, в разные параметры. Это говорит о том, что у каждого счетчика, у каждой метрики, если хотите, есть свои собственные алгоритмы, и они реализованы такими же разработчиками, как и вы, на других компаниях, которые просто построили свой бизнес, можно сказать, на том, чтобы собирать данные. Ну, хотя, не только бизнес, есть бесплатный, например, live-internet.ru, я давно не пользуюсь этим данным. Ну, наверное, самый усредненный, да, если учесть, что я использовал несколько счетчиков. Ну, и надо сказать, что вот эти вот счетчики, вот эти данные, они работают, ну, как бы сказать, то есть рядом с вашей системой что-то, какой-то скрипт, что-то там как-то подцепил, какие-то там реквесты, какие-то параметры формы, какие-то там урлы, и отправил их там в метрику или там еще куда-то, в live-internet. Ну, и тут вы просто нашли, они не нашли, посчитались, не посчитались, там, закешировались, не закешировались, в общем, на самом деле это сложная штука, в том числе и точность Яндекс.Метрики не гарантируется самим сервисом. Это написано в соглашении о качестве кода. Надо понимать, что Яндекс сам не гарантирует точность данных, поэтому полагаться на точные данные Яндекса не стоит. Более того, есть варианты использования там всяких разных целей, когда вы считаете, там, сколько человек пришел с одной страницы на другой, я точно знаю, что это будет очень абстрактная информация и прям вот доверять ей от начала до конца нет. Ну, в качестве, допустим, как вспомогательного материала, да, но полагаться на точность Яндекс.Метрики я бы, собственно говоря, не стал. Давайте переключимся на следующий вопрос. И звучит он следующим образом, опять же, про архитектуру. Вопрос номер 14. Вы на практике уже применяли Vertical Slice Architect, что она дает? Но, смотрите, друзья, опять же, если начинать новый проект, применить любую архитектуру просто, но никогда нельзя сделать ваш весь проект на одной архитектуре, какой бы вы ни взяли. Если вы берете Vertical Slice Architecture, то Clean Architecture, она вам в помощь. То есть Clean – чистая архитектура, она направление говорит о том, откуда, в кого должно быть, ну и там еще некоторые другие. Так Vertical Slice, она ее дополняет. То есть вот эти направления, ну то есть зависимости, направление зависимости, она просто еще и делит на вертикальные куски. Или, например, Monolith. Его тоже можно написать как Vertical Slice Architect, когда внутри вашего Monolith будут раздельные куски какого-то функционала. В общем, еще раз, одну архитектуру использовать на одном приложении невозможно. Просто физически у вас не получится это сделать, потому что вы так или иначе возьмете за основу какой-то там, я не знаю, несколько архитектур. Так вот, если говорить про Vertical Slice Architecture, что она дает? Она дает, на самом деле, разделение функционала. Есть такое понимание, называется Feature Management. И вот это вот Feature Management вообще идеально вложится в концепцию Vertical Slice Architecture, когда вы внедрили какую-то фичу, то есть какую-то функциональность ввели, и вы можете ее включить или выключить, в зависимости от того, там, на проде она, там, на каком-то регионе используется отдельными командами, или включить или выключить, в зависимости от того, платная подписка или бесплатная. Ну, в общем, Vertical Slice Architecture, она дает разделение вертикальное. То есть, что такое вертикальное разделение? Это когда форма, которую исполняет пользователь, это когда view-моделы, которые исполняются на этой форме, это когда реквест, обработка в базе и респонс, все лежит, ну, в одной папке, да, грубо говоря. И Vertical Slice Architecture позволяет вот эти папки добавлять, удалять, копировать, переносить в проекте, и при этом проект просто продолжает работать, просто добавляется там пункт меню или какой-то дополнительный вызов API. Это очень полезная штука, и она дает плюсов несколько. Как я уже сказал первое, это включение и выключение фичи менеджмент, это разделение кода, это масштабирование в процессе, ой, в контексте вертикального слайса, то есть реквеста, респонса, вы можете один и тот же view-модел использовать на разных, допустим, фичах, да, на разных реквестах. Но как только вам потребуется какие-то дополнения сделать, вы можете разбить этот view-модел, скопировать, в смысле скопировать этот view-модел в папку другой фичи, добавить в него данные, и ваша предыдущая фича, из которой он был скопирован, не пострадает, в отличие от того, если вы начнете все, как сказать, да чтоб не сматериться, фигачить в один view-модел, который будет шариться на кучу запросов, которые будут и избыточными, в общем, еще раз, Vertical Slice Architecture очень хорошая задумка, ее придумал Джимми Богарт, и на самом деле, почему я к нему прислушиваюсь, кстати, часто меня спрашивают, потому что это практикующий архитектор, да, наверное, тот, у которого есть команда, которая работает уже много лет, и вот есть пачка его реализации, там, не знаю, автомаппер, медиатор, и вот эта вот архитектура, и все, что вот придумано им, оно на самом деле, ну, я уже с этим давно знаком, я слушаю и знаю про артиллернотивы, но, так вот, если говорить честно, да, если проект вы начали делать по одному принципу, в какой-то момент взять, переделать, там, или поменять нубит пакеты, ну, на самом деле, проблематично и, если вообще возможно. Такс, ну, давайте так, на сегодня у меня все, я надеюсь, ответил на ваши вопросы, здесь хотелось бы вас поблагодарить за внимание, и показать ссылки, которые вам, наверное, могут быть полезны, более того, некоторые ссылки я обернул в QR-код. Такс, ну, что, наверное, все, вам всего доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok